В прямом эфире новости сейчас в студии Сергей Луговский. Здравствуйте. Провал нового витка протестов, предотвращенные теракты и обеспечение мирной и безопасной жизни в стране. Президент сегодня собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки. Всю прошлую неделю администраторы деструктивных телеграм-каналов, сидя в Варшаве и Вильнюсе, пытались создать иллюзорную картинку весенней активности на улицах Минска. Зазывали людей собраться на день воли. Методы беглых радикалов становятся все изощреннее. В своих пабликах они также тиражировали сообщения о том, что якобы власти готовят теракт. По факту в стране удалось предотвратить теракты в Минске и воинской части в Пичах. След организаторов ведет в Байпол. Я уже не единожды говорил о том, что спокойной жизни у нас не будет. Она может быть спокойнее, может быть более острая ситуация, но абсолютного покоя в стране никогда не будет. Потому что уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить здесь обстановку. Вы видите, что поменялись режиссеры за границей. Уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протесту, но от этого отказались. Появились более радикальные, типа Байпола, где подвязают полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации. Несмотря на все попытки устроить в Беларуси цветную революцию, этот сценарий не удался. Тем не менее, поводов для самоуспокоения нет. Сбежавшие из страны радикалы постоянно меняют тактику и нужно быть готовыми к любому развитию событий. На экстрадицию 39 обвиняемых направил документы Следственный комитет с начала года. Работа по установлению и задержанию лиц, совершивших на территории Беларуси преступления и скрывшихся за рубежом, продолжается. Накануне в Генпрокуратуру направлены документы о выдаче из России 36-летнего гражданина нашей страны. Он привлечен к уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков в Минске и Лиде. В августе-сентябре 2020 года, будучи администратором нескольких деструктивных телеграм-каналов, публично призывал граждан Беларуси к участию в несанкционированных акциях. Причем делал это, указывая на конкретные действия данных лиц. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Песчаная буря накрыла Японию, Южную Корею. Огромное облако из мелкого песка пришло из пустынных районов Китая и Монголии. Граждан призывают выходить на улицу только в респираторах. Тому, у кого есть дыхательные заболевания, вовсе не покидать дом. Плохая видимость и на дорогах. Непогода и в США. В одной части наводнения зафиксированы первые жертвы. Это четыре человека. Сильный шторм накрыл город Нэшвилл. Нэшвилл. Люди ливни застали многих жителей врасплох. Не обошлось без жертвы и в Индиане. Там пронесся мощный торнадо. От повального дерева скончался мужчина. Еще нескольким людям понадобилась медицинская помощь. Сильный ветер срывал крыши с домов и с корнем врывал деревья. Что же касается погоды у нас. Последние дни марта обещают быть теплыми, но дождливыми. Завтра на большей части пасмурно пройдут осадки. Днем от 7 до 14 градусов тепла. В среду в центральной и южной части страны потеплее до 19, местами до плюс 21. Однако к концу недели похолодает. В пятницу днем воздух прогреется до 5-10 градусов. Прохладная погода сохранится и на предстоящих выходных. И на этом у меня все. Развитие событий мои коллеги расскажут в 15 часов. Всего вам доброго.